Смотрите, вроде бы два разных набора В таких наклейках, знаете, что больше всего мне нравится? Машина-маньяка Как это сюда попало? В общем, это что-то очень нелепое Итак, как вы поняли Всем привет! У нас сегодня очередной обзор Обзор очередной новинки этого года Набор 42075 Называется он «Команда быстрого реагирования» First Responder Здесь чуть более 500 деталей И на выходе мы имеем вот такую вот Достаточно плотно собранную машинку Здесь практически нет пустот Поначалу я хотел разнести эту машинку в пух и прах Но потом, немножко поразмыслив Я понял, что она очень даже неплохая И сегодня в обзоре я вам расскажу, почему Поехали! Модель представляет из себя внедорожник С колесами 49 мм, которые встречались в этом году на Маке Красный цвет, а наклейки на тему пожарной охраны Есть белые полосы, небольшие вкрапления темно-серого цвета Спереди имеется лебедка На крыше есть мигалки Есть также вот такие вот подножки Или даже это силовые пороги Если посмотреть на нее сбоку, то бросается в глаза Что зад немножко задран Да, так и есть На самом деле здесь у нас подвеска Но об этом мы поговорим позже Открывается у модели капот Причем необычно, не ожидаю, что он открывается вперед Открываются двери и отсеки с пожарным оборудованием С одной стороны у нас огнетушитель и топорик С другой стороны у нас вот такие вот конусы Сверху у нас вот такое вот углубление И в углублении находится у нас фонарь на высокой ножке Также на крыше имеется шестеренка для поворота рулевых колес В кабине имеются сидения из синих панелей Есть даже руль А под капотом, как вы уже заметили, здесь стоит оппозитный двигатель Правда двухцилиндровый Спереди лебедка, она вот просто вот так вот вытягивается И тут же шестеренкой втягивается обратно трос Выглядит добротно Мне нравится, что здесь практически все в одном красном цвете Теперь давайте посмотрим, что ждет нас внутри этой коробки Традиционная рубрика поплюемся и поковыряемся Или сначала поковыряемся, потом поплюемся Окей В наборе нас ждет две инструкции То есть качать нам ничего не нужно, можно собирать сразу обе модели Небольшой набор наклеек В таких наклейках, знаете, что больше всего мне нравится? Вот эти вот детали, которые обычно клеят на пороге Алюминий, алюминиевые листы, которые очень часто используют в внедорожных машинах Так, давайте к деталькам Да, к слову, вот у нас список деталей Вот во второй книге у нас список всех деталей Начнем с деталей, которые, так скажем, в новых цветах Ну и просто относятся к разряду новых Например, вот этот коннектор синего цвета К чему здесь синий цвет, я не понимаю Но, видимо, надо было куда-то деталь запихнуть Они ее сюда запихнули Деталь от каркаса ранее рассмотренной раллийной машины Вот такой вот коннектор, который в Dark Blueish Grey был Сейчас он в цвете красном Также я положил сюда кучу коннекторов Просто посмотрите Не считая всяких разных других коннекторов Сколько здесь осевых у нас коннекторов Для стайлинга самые то Причем все они в красном цвете Эту кучу коннекторов рассматривать не будем Тут пин-коннектор и оси В общем-то большое разнообразие Обратим внимание на функциональные детали Удивительно, для такой машинки небольшого размера Здесь есть дифференциал Часто в истории лего техник у нас бывало Что модели подобного размера Имели привод сзади только на одно колесо Из-за отсутствия диффа Смотрите, здесь есть одна рейка Есть один кардан Есть один амортизатор Шестеренок реально много До такого размера это удивительно просто много Шестеренок и есть крюк Вот эти вот коннекторы Г-образные Они очень полезны для постройки Каких-то перпендикулярных конструкций В частности, при постройке рам Увидеть 4 детали в данном небольшом наборе Конечно, было удивительно и приятно Далее колеса 49 мм с черными дисками Такая вот кучка лифтармов И, конечно, основной цвет здесь Это красный Черная рамка Один из немногих наборов, где ее можно взять Две таких рамки Есть такие косточки Вот набор панелей Наверное, все Еще раз приятен тот факт, что здесь очень много красных деталей То есть нет такой радуги, как во многих других наборах Хороший набор деталей Для его цены Очень годно Прежде чем мы подробно сейчас разберем все функции модели Я вернусь к набору, который обозревал до этого Вынужден признать Я сделал там ошибку Поставив вот этот черный бим Не снизу, как он сейчас стоит правильно А поставив его сверху Сейчас все правильно И контейнер ровно ложится вот на борта задняя И вот на часть рамы Он нормально лежит Не выскальзывает оттуда Но, тем не менее, машинка от этого лучше у нас не выглядит Как видите, ось как была Торчащая вниз, так и осталась Кроме того, если мы полностью сжимаем заднюю подвеску У нас колеса трут оборта кузова Поэтому оценка моя по предыдущему набору не меняется А мы переходим к этой модели А теперь, собственно говоря, мы покопаемся Поковыряемся в этой машинке Ну, я уже показал вам, что капот открывается вперед Неожиданно Ожидаешь традиционно, что он будет откидываться назад А здесь не так Двери вот таким образом И отсеки с инструментами Здесь у нас огнетушитель Топор Здесь конусы Причем, интересно, конусы у нас насажены На вот такие вот оси То есть, когда мы насаживаем Ожидаем, что они будут выпадывать отсюда, да, при перевороте Но нет, они не выпадут Смотрите, вот здесь вот стоят такие пины Они у нас как бы там их сверху поджимают И, в принципе, как бы исключено выпадение конусов Значит, сиденья стоят в синии панели Причем-то они, как обычно, не закреплены Но на маленькой модельке это простительно Сзади у нас ничего не открывается Смущает меня вот это вот, конечно, углубление здесь Почему нельзя было сделать нормальную крышу Не обязательно было утапливать вниз И терять столько много внутреннего пространства Очень неоправданное использование Вот этих вот скругленных коннекторов Здесь впереди такая вот лебедочка Очень просто устроена Вытягивается и обратно закручивается Подвеска устроена просто Значит, у нас черная рамка Она с помощью коннекторов и лифтармов Крепится к раме Чем этот красный недорожник похож на эту модель Так это подвеской Вот таким образом сжимается подвеска Конечно, при желании можно попробовать Сжать ее по отдельности Левая, правая за счет люфтов Коннекторы, которые упираются в раму По сути, являются ограничителями хода подвески Приятная модель Хочется вспомнить набор 8081 Который я обозревал полгода назад Смотрите, вроде бы два разных набора Здесь 590 деталей Здесь 513 Спрашивается, куда делятся детали И почему он больше Ну, во-первых, здесь Панели у нас большего размера Да, колеса большего размера Здесь же все детали поменьше И панели поменьше И колеса поменьше Притом здесь гораздо больше детализации Есть мигалки, которые тоже Сжирают количество деталей Мигалки здесь, здесь, здесь Есть такая вот приятная мелочь Как вот эти вот топорики Огнетушители Конусы Реально, если вот эту модель Опустошить И сделать примерно как Это, да, по функциям Она будет, наверное, в 400 деталей укладываться Задняя подвеска Здесь устроена практически так же, как здесь Единственная разница Здесь два амортизатора Но, в принципе, ее работа здесь такой же Да, здесь нет передней подвески В отличие от этой модели Зато здесь есть лебедка Также у нас работает трансмиссия Передача Крутящий момент Рулевая система устроена точно так же Рулевая система Вот здесь у нас шестеренка Которая соединяется С рейкой Посредством вот этой шестеренки От коробки передач С круглым отверстием Вращение передается вот сюда А отсюда передается на крышу На рулевую систему Вращение от поршневого двигателя Оно у нас, значит, передается От дифференциала Шестеренки Кардан Значит, потом далее здесь Через шестеренки И насквозь проходит Через эту вот сквозную шестеренку Прямо на двигатель В общем, принцип здесь один и тот же модель Единственное, что она побольше и побольше деталей Если в большой машине придирки кажутся обоснованными По поводу подвески задней Там, ущербности салона Да, действительно, она пустая То здесь, в силу размера модели Уже не хочется даже придираться на самом деле Мне реально нравится эта модель Что можно, например, здесь сделать Если у вас есть вот такие же панели Только покороче Например, можно сделать здесь дверь И переделать модель в полноценный Не знаю, семейный внедорожник Где сзади будут также сидения Где будут сзади двери Будет открываться задняя багажная дверь На самом деле будет смотреться очень неплохо Да, подвеска в данном масштабе Полноценная работающая подвеска Конечно, это недостижимое желание И то, что здесь сделали Подвеску подобного типа Это, конечно же, большой плюс И в минус это отнести я никак не могу В отличие от этой модели Где эта подвеска Это просто маразм уже, да? Это называется пожарный гонщик Очень хорошо видно Что передняя ось у нас Шире задней оси Мы также видим узкий капот Как у хот-родов С незакрытыми передними колесами Видим лебедку Видим низкую подвеску Видим кабину Без каких-либо Стоек лобового стекла В общем, это что-то очень нелепое Но назвали пожарный гонщик Если это у нас команда Быстрого реагирования То это, наверное, команда Сверхбыстрого реагирования Если бы они не стали Извращаться с пожарной тематикой То вполне можно было сделать Добротный хот-род Или гоночный автомобиль Но получилось, что получилось Пожарный автомобиль из Дубай Мне кажется, это просто Какое-то шоу Шоу-кар в пожарной раскраске Итак, как я уже сказал Мне понравилось то, что Здесь у нас очень много красных деталей Все панели, которые в этом наборе Они красные Также есть много очень красных коннекторов Различных угловых балок В общем, все, что вам нужно Для постройки в красном цвете И пусть функция машины Выглядит у нас как-то нелепо Как, например, двухцилиндровый оппозитный двигатель Только задняя подвеска Причем в очень ущербном таком варианте Учитывая размер модели И количество деталей Я считаю, что придираться к этим функциям не стоит В связи с этим я рекомендую этот набор к покупке Не только детям от 9 лет Но и младше То есть можно подарить ее вполне 7-летнему ребенку Или даже младше, если вы готовы собирать вместе с ним При этом красный набор деталей И куча разных полезных коннекторов Делают набор хорошей покупкой Для более старшей аудитории Вплоть до взрослых фанатов лего Итак, как вы поняли Набор мне понравился И я рекомендую его не только взрослым Любителям лего техник на ресурсы Но и детям младше Гораздо младше, чем указано здесь Потому как, несмотря на упрощенность функции Модель все же сделана добротно И обладает очень хорошим функционалом Ну и набором деталей Всем пока! Машина маньяка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да... Учудили они с этим шоу-каром Как это сюда попало? Магазин деталей ebricks.ru Запчасти поштучная Доставка по России и СНГ Понятно Попробуем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»